12 месяцев, драматическая сказка, избранные картины, действующие лица, старуха-мачеха, дочка, падчерица, королева, девочка лет 14, учитель королевы, профессор арифметики и чистописания, канцлер, начальник королевской стражи, первой глашатой, второй глашатой. Дворец. Классная комната королевы. Широкая доска в резной золотой раме. Парта из розового дерева. На бархатной подушке сидит и пишет длинным золотым пером 14-летняя королева. Перед ней седобородый профессор, арифметики и чистописания, похожие на старинного астролога. Королева. Терпеть не могу писать. Все пальцы в чернилах. Профессор. Вы совершенно правы, Ваше Величество. Это весьма неприятное занятие. Недаром древние поэты обходились без письменных приборов, почему произведения их отнесены наукой к разряду устного творчества. Однако же осмелюсь попросить вас начертать собственной Вашего Величества рукой еще четыре строчки. Королева. Ладно уж, диктуйте, профессор. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сене к нам летит. Королева. Я напишу, только травка зеленеет. Пишет. Травка зе-не... входит канцлер. Канцлер, низко кланяясь. Доброе утро, Ваше Величество. Осмелюсь почтительнейше просить вас подписать один рескрипт и три указа. Королева. Еще писать? Хорошо. Но уж тогда я не буду дописывать зенелеет. Дайте сюда ваши бумажки. Подписывает бумаги одно за другой. Канцлер. Благодарю вас, Ваше Величество. А теперь позволю себе попросить вас начертать. Королева. Опять начертать? Канцлер. Только вашу высочайшую резолюцию на этом ходатайстве. Королева нетерпелива. Что же я должна написать? Канцлер. Одно из двух, Ваше Величество. Либо казнить, либо помиловать. Королева. Про себя. Помиловать. Казнить. Лучше напишу казнить. Это короче. Канцлер берет бумаги, кланяется и уходит. Профессор, тяжело вздыхая. Нечего сказать. Короче. Королева. О чем это вы? Профессор. Ах, Ваше Величество, что вы написали? Королева. Вы, конечно, опять заметили какую-нибудь ошибку. Надо писать «кознить», что ли? Профессор. Нет, вы правильно написали это слово. И все-таки сделали очень грубую ошибку. Королева. Какую же? Профессор. Вы решили судьбу человека, даже не задумавшись. Королева. Еще чего? Не могу же я писать и думать в одно и то же время? Профессор. И не надо. Сначала надо подумать, а потом писать, Ваше Величество. Королева. Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, 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 и под конец, наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает что. Но, к счастью, я вас не слушаюсь. Ну, что у вас там дальше? Спрашивайте скорее, а то я целый век не выйду из классной. Профессор. Осмелюсь спросить, Ваше Величество, сколько будет семью восемь? Королева. Не помню что-то. Это меня никогда не интересовало. А вас? Профессор. Разумеется, интересовало Ваше Величество. Королева. Вот удивительно. Ну, прощайте, наш урок окончен. Сегодня, перед Новым годом, у меня очень много дел. Профессор. Как угодно Вашему Величеству. Грустно и покорно собирает книги. Королева ставит локти на стол и рассеянно следит за ним. Право же, хорошо быть королевой, а не просто школьницей. Все меня слушаются, даже мой учитель. Скажите, а что бы вы сделали с другой ученицей, если бы она отказалась ответить вам, сколько будет семью восемь? Профессор. Не смею сказать, Ваше Величество. Королева. Ничего, я разрешаю. Профессор робко. Поставил бы в угол. Королева. Ха-ха-ха! Указывая на углы. В тот или в этот? Профессор. Это все равно, Ваше Величество. Королева. Я бы предпочла этот. Он как-то уютнее. Становится в угол. А если она и после этого не захотела бы сказать, сколько будет семью восемь? Профессор. Я бы... Прошу прощения, Вашего Величества. Я бы оставила ее без обеда. Королева. Без обеда? А если она ждет к обеду гостей, например, послов какой-нибудь державы или иностранного принца? Профессор. Да ведь я же говорю не о королеве, Ваше Величество, а о простой школьнице. Королева, притягивая в угол кресла и садясь в него. Бедная простая школьница, вы, оказывается, очень жестокий старик, а вы знаете, что я могу вас казнить, и даже сегодня, если захочу. Профессор, роняя книги. Ваше Величество. Королева. Да-да, могу. Почему бы нет? Профессор. Но чем же я прогневал, Ваше Величество? Королева. Королева. Ну, как вам сказать? Вы очень своенравный человек. Что бы я ни сказала, вы говорите неверно. Что бы я ни написала, вы говорите не так. А я люблю, когда со мной соглашаются. Профессор. Ваше Величество, клянусь жизнью, я больше не буду с вами спорить, если вам это не угодно. Королева. Клянетесь жизнью? Ну, хорошо. Тогда давайте продолжать урок. Спросите у меня что-нибудь. Садится за парту. Профессор. Сколько будет шестью шесть, Ваше Величество? Королева смотрит на него, наклонив голову на бок. Одиннадцать. Профессор. Грустно. Совершенно верно, Ваше Величество. А сколько будет восемью восемь? Королева. Три. Профессор. Правильно, Ваше Величество. А сколько будет? Королева. Сколько, да сколько. Какой вы любопытный человек. Спрашивает, спрашивает. Лучше сами расскажите мне что-нибудь интересное. Профессор. Рассказать что-нибудь интересное, Ваше Величество? О чем же? В каком роде? Королева. Ну, не знаю, что-нибудь новогоднее, ведь сегодня канун Нового Года. Профессор. Ваш покорный слуга. Год, Ваше Величество, состоит из двенадцати месяцев. Королева. Вот как? В самом деле, профессор, совершенно точно, Ваше Величество. Месяцы называются январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль. Королева. Вон их сколько. И вы знаете все по именам? Какая у вас замечательная память. Профессор. Благодарю вас, Ваше Величество. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. Королева. Подумать только. Профессор. Месяцы идут один за другим. Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И никогда еще не бывало, чтобы февраль наступил раньше января, а сентябрь раньше августа. Королева. А если бы я захотела, чтобы сейчас наступил апрель? Профессор. Это невозможно, Ваше Величество. Королева. Вы опять? Профессор умоляюще. Это не я возражаю Вашему Величеству. Это наука и природа. Королева. Скажите, пожалуйста, а если я издам такой закон и поставлю большую печать? Профессор беспомощно разводит руками. Боюсь, что и это не поможет. Но вряд ли Вашему Величеству понадобятся такие перемены в календаре. Ведь каждый месяц приносят нам свои подарки и забавы. Декабрь, январь, февраль – катание на коньках, новогоднюю елку, масленичные балаганы. В марте начинается снеготаяние. В апреле из-под снега выглядывают первые подснежники. Королева. Вот я и хочу, чтобы уже был апрель. Я очень люблю подснежники. Я их никогда не видала. Профессор. До апреля осталось совсем немного, Ваше Величество. Всего каких-нибудь три месяца или девяносто дней. Королева. Девяносто? Я не могу ждать и трех дней. Завтра новогодний прием, и я хочу, чтобы у меня на столе были эти, как Вы их там назвали, подснежники. Профессор. Ваше Величество, но законы природы. Королева, перебивая его. Я издам новый закон природы. Хлопает в ладоши. Эй, кто там? Пошлите ко мне канцлера. Профессору. А вы садитесь за мою парту и пишите. Теперь я вам буду диктовать. Задумывается. Ну, травка зеленеет, солнышко блестит, а в наших королевских лесах распускаются весенние цветы. Посему всемилостивейше повелеваем доставить к Новому году во дворец полную корзину подснежников. Того, кто исполнит нашу высочайшую волю, мы наградим по-королевски. Что бы им такое пообещать? Погодите, это писать не надо. Ну вот, придумала. Пишите. Мы дадим ему столько золота, сколько поместится в его корзине. Пожалуем ему бархатную шубу на седой лисе и позволим участвовать в нашем королевском новогоднем катании. Ну, написали? Как вы медленно пишете? Профессор. На седой лисе. Я давно уже не писал диктанта, ваше величество. Королева. Ага, сами не пишете, а меня заставляете. Хитрый какой. Ну да уж, ладно. Давайте перо, я начертаю свое высочайшее имя. Быстро ставит закорючку и машет листком, чтобы чернила скорее высохли. В это время в дверях появляется канцлер. Ставьте печать. Сюда и сюда. И позаботьтесь о том, чтобы все в городе знали мой приказ. Канцлер быстро читает глазами. К этому печать воля ваша королева. Королева. Да-да, воля моя. И вы должны ее исполнить. Занавес опускается. Один за другим выходят два глашатая с трубами и свитками в руках. Торжественные звуки фанфар. Первый глашатый. Под праздник новогодний издали мы приказ. Пускай цветут сегодня подснежники у нас. Второй глашатый. Травка зеленеет, солнышко блестит. Второй глашатый. В лесу цветет подснежник, а не метель метет. И тот из вас мятежник, кто скажет, не цветет. Первый глашатый. Посему всемилостивейши повелеваем доставить к Новому году во дворец полную корзину подснежников. Второй глашатый. Того, кто исполнит нашу высочайшую волю, мы наградим по-королевски. Первый глашатый. Мы пожалуем ему столько золота, сколько поместится в его корзине. Второй глашатый. Подарим бархатную шубу на седой лисе и позволим участвовать в нашем королевском новогоднем катании. Первый глашатый. На подлинном собственное ее величество рукой начертано с Новым годом, с первым апреля. Звуки фанфар. Второй глашатый. Ручьи бегут в долину, зиме пришел конец. Первый глашатый. Подснежников в корзину несите во дворец. Второй глашатый. Нарвите до рассвета подснежников простых. Первый глашатый. И вам дадут за это корзину золотых. Первый и второй вместе. Травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточка с весною в сене к нам летит. Первый глашатый, хлопая ладонью о ладонь. Бррр, холодно. Маленький домик на окраине города. Жарко топится печка, за окнами метель, сумерки. Старуха раскатывает тесто. Дочка сидит перед огнем. Возле нее на полу несколько корзинок. Она перебирает корзинки. Сначала берет в руки маленькую, потом побольше, потом самую большую. Дочка, держа в руках маленькую корзинку. А что, мама, в эту корзинку много золота войдет? Старуха. Старуха. И на барашка с овечкой. Дочка, дочка, ну а в эту? Старуха. А уж тут и говорить нечего. На золоте пить есть будешь. В золото оденешься, в золото обуешься, золотом уши завесишь. Дочка, ну так я эту корзину и возьму, вздыхая. Одна беда, подснежников не найти. Видно, посмеяться над нами захотела королева. Старуха. Молода, вот и придумывает всякую всячину. Дочка. А вдруг кто-нибудь пойдет в лес, да и наберет там подснежников, и достанется ему вот этакая корзина золота? Старуха. Ну где там наберет? Раньше весны подснежники не покажутся. Вон сугробы-то какие намело, до самой крыши. Дочка. А может, под сугробами-то они и растут себе потихоньку. На то они и подснежники. Надену-ка я свою шубейку, да попробую поискать. Старуха. Что ты, доченька? Да я тебя и за порог не выпущу. Погляди в окошко, какая метель разыгралась. А то ли еще к ночи будет. Дочка хватает самую большую корзину. Нет, пойду и все тут. В кои-то веки во дворец попасть случай вышел. К самой королеве на праздник. Да еще целую корзину золота дадут. Старуха. Замерзнешь лесу. Дочка. Ну так вы сами в лес вступайте. Наберите подснежников, а я их во дворец отнесу. Старуха. Что же тебе, доченька, родной матери не жалко? Старуха. И вас жалко, и золото жалко, а больше всего себя жалко. Ну что вам стоит? Эка невидань, метель. Закутайтесь потеплее и пойдите. Старуха. Нечего сказать. Хороша дочка. В такую погоду хозяин собаки на улицу не выгонит, а она мать гонит. Дочка. Как же? Вас выгонишь. Вы и шагу лишнего для дочки не ступите. Так и просидишь из-за вас весь праздник на кухне у печки. А другие с королевой в серебряных санях кататься будут, золото лопатой огребать. Плачет. Старуха. Ну полно, доченька, полно, не плачь. Вот съешь-ка горяченького пирожка. Вытаскивает из печи железный лист с пирожками. С пылу, с жару, кипит, шипит, чуть не говорит. Дочка сквозь слезы. Не надо мне пирожков, хочу подснежников. Но если сами идти не хотите и меня не пускаете, так пусть хоть сестра сходит. Вот придет она из лесу, а вы ее опять туда пошлите. Старуха. А ведь и правда. А чего бы ее не послать? Лес недалеко, сбегать недолго. Наберет она цветочков. Мы с тобой их во дворец снесем. А замерзнет. Ну, значит, такая ее судьба. Кто о ней плакать станет? Дочка. Да уж верно, не я. До того она мне надоела. Сказать не могу. За ворота выйти нельзя. Все соседи только про нее и говорят. Ах, сиротка несчастная. Работница, золотые руки. Красавица, глаз не отвести. А чем я хуже ее? Старуха. Что ты, доченька? По мне ты лучше, а не хуже. Да только не всякий это разглядит. Ведь она хитрая. Подольститься умеет. Тому поклониться. Этому улыбнется. Вот и жалеют ее все. Сиротка да сиротка. А чего этой сиротке не хватает? Платок свой я ей отдала. Да, совсем хороший платок. И семи лет еще не проносила. А потом разве что квашню укутывала. Башмачки твои позы прошлогодние донашивать ей позволила. Жалко, что ли. А уж хлеба сколько на нее идет. Утром кусок, да за обедом краюшка, да вечером горбушка. Сколько это в год выйдет? Посчитай-ка. Дней-то в году много. Другая бы не знала, как отблагодарить. А от этой слова не услышишь. Дочка. Ну вот, пусть исходит в лес. Дадим ей корзину. Старуха. Что ты, доченька? Эта корзина новая, недавно куплена. Ищи ее потом в лесу. Вот тут дадим. И пропадет, так не жалко. Дочка. Да уж больно мала. Входит пачерица. Платок ее весь засыпан снегом. Она снимает платок и стряхивает. Потом подходит к печке и греет руки. Старуха. Что, на дворе метет? Пачерица. Так метет, что ни земли, ни неба не видать. Словно по облакам идешь. Еле до дому добралась. Старуха. На то и зима, чтоб метель мела. Пачерица. Нет, такой вьюги за целый год не было. Да и не будет. Дочка. А ты почем знаешь, что не будет? Пачерица. Да ведь нынче последний день в году. Дочка. Вон как. Видно, не очень замерзла, если загадки загадываешь. Ну что, обогрелась? Надо тебе еще кое-куда сбегать. Пачерица. Куда же это? Далеко? Старуха. Не так уж и близко, да и недалеко. Дочка. В лес. Пачерица. В лес? Зачем? Я хворосту много привезла. На неделю хватит. Дочка. Да не за хворостом, а за подснежниками. Пачерица, смеясь. Вот разве что за подснежниками в такую вьюгу. А я-то сразу и не поняла, что ты шутишь. Испугалась. Нынче и пропасть не мудрено. Так и кружит, так и валит с ног. Дочка. А я не шучу. Ты что, про указ не слыхала? Пачерица. Нет. Дочка. Ничего-то ты не слышишь, ничего не знаешь. По всему городу про это говорят. Тому, кто нынче подснежников наберет, королева целую корзину золота даст. Шубку на седой лисе пожалует. И в своих санях кататься позволит. Пачерица. Да какие же теперь подснежники? Ведь зима. Старуха. Весной-то за подснежники не золотом платят, а медью. Дочка. Ну, что там разговаривать? Вот тебе корзина. Пачерица смотрит в окно. Темнеет уж. Старуха. А ты бы еще дольше за хворостом ходила. Так и совсем бы темно стало. Пачерица. Может, завтра с утра пойти? Я пораньше встану. Чуть рассветет. Дочка. Тоже придумала. С утра. А если ты до вечера цветов не найдешь? Так и станут нас с тобой во дворце дожидаться. Ведь цветы-то к празднику нужны. Пачерица. Никогда не слыхала, чтобы зимой цветы в лесу росли. Да разве разглядишь, что в такую темень? Дочка. Жуя пирожок. А ты пониже наклоняйся, да получше гляди. Пачерица. Не пойду я. Дочка. Как это не пойдешь? Пачерица. Неужели вам меня совсем-совсем не жалко? Не вернуться мне из лесу? Дочка. А что же мне вместо тебя в лес идти? Пачерица, опустив голову. Да ведь не мне золото нужно. Старуха. Понятно. Тебе ничего не нужно. У тебя все есть. А чего нет, то у мачехи, да у сестры найдется. Дочка. Она у нас богатая, а целой корзины золота отказывается. Ну, пойдешь или не пойдешь? Отвечай прямо. Не пойдешь? Где моя шубейка? Со слезами в голосе. Пусть она здесь у печки греется, пироги ест. А я до полуночи по лесу ходить буду, в сугробах вязнуть. Срывает с крючка шубку и бежит к дверям. Старуха хватает ее за полу. Ты куда? Кто тебе позволил? Садись на место, глупая. Пачерицы. А ты платок на голову, корзину в руки и ступай. Да смотри у меня. Если узнаю, что ты у соседей где-нибудь просидела, в дом не пущу. Замерзай на дворе. Дочка, иди и без подснежников не возвращайся. Пачерица закутывается в платок, берет корзинку и уходит. Молчание. Старуха, оглянувшись на дверь. И дверь-то за собой, как следует, не прихлопнула. Дует как. Прикрой дверь хорошенько, доченька. И собирай на стол. Ужинать пора. Лес. На землю падают крупные хлопья снега, густые сумерки. Пачерица пробирается через глубокие сугробы. Кутается в рваный платок. Дует на замерзшие руки. В лесу все больше и больше темнеет. С верхушки дерева шумно падает ком снега. Пачерица вздрагивает. Ох, а кто там? Оглядывается. Ой, снеговая шапка упала. А мне уж почудилось, будто на меня кто с дерева прыгнул. А кому быть здесь в такую пору? Звери и те по своим норам попрятались. Одна я в лесу. Пробирается дальше, спотыкается. Запутывается в буреломе, останавливается. Не пойду дальше. Тут и останусь. Все равно, где замерзать. Садится на поваленное дерево. Темно-то как. Рук своих не разглядишь. И не знаю, куда я зашла. Ни вперед, ни назад дороги не найти. Вот и пришла моя смерть. Мало я хорошего в жизни видела. А все-таки страшно помирать. Разве закричать? На помощь позвать? Может, услышит кто? Лесник или дровосек запоздалый? Или охотник какой? Ау! Помогите! Ау! Нет, никто не отзывается. Что же мне делать? Так и сидеть здесь, покуда конец не придет. А ну, как волки набегут. Ведь они издали человека чуют. Вон там хрустнуло что-то. Будто крадется кто. Ой, боюсь. Подходит к дереву. Смотрит на толстые, узловатые, покрытые снегом ветви. Взобраться, что ли? Так они меня не достанут. Взбирается на одну из ветвей и усаживается в развилене. Начинает дремать. На дереве появляется белка и сбрасывает на пачерицу шишку. Белка. Не спи, замерзнешь. Пачерица. Что такое? Кто это сказал? Кто здесь кто? Нет, видно послышалось мне. Просто шишка с дерева упала и разбудила меня. А мне что-то хорошее приснилось. И теплее даже стало. Что же это мне приснилось? Не вспомнишь сразу. Ах, вот оно что. Будто мать моя по дому с лампой идет. И огонек прямо мне в глаза светит. Поднимает голову, стряхивает рукой снег с ресниц. А ведь и правда что-то светится. Вон там, далеко. А вдруг это волчьи глаза? Да нет. Волчьи глаза зеленые, а это золотой огонек. Так и дрожит, так и мерцает. Будто звездочка в ветвях запуталась. Побегу. Соскакивает светки. Все еще светится. Может, тут и в самом деле избушка лесника недалеко. Или дровосеки огонь развели. Идти надо. Надо идти. Ох, ноги не идут. Окоченели совсем. Идет с трудом, проваливаясь в сугробы, перебираясь через бурелом и поваленные стволы. Только бы огонек не погас. Нет, он не гаснет. Он все ярче горит. И дымком теплым как будто запахло. Неужто костер? Так и есть. Чудится мне или нет? А слышу я, как хворост на огне потрескивает. Идет дальше, раздвигая и приподнимая лапы густых высоких елей. Все светлее и светлее становится вокруг. Красноватые отблески перебегают по снегу, по ветвям. И вдруг перед пачерицей открывается небольшая круглая поляна, посреди которой жарко пылает высокий костер. Вокруг костра сидят люди, кто поближе к огню, кто подальше. Их двенадцать. Трое старых, трое пожилых, трое молодых, а последние трое совсем еще юноши. Молодые сидят у самого огня. Старики поодаль. На двух стариках белые длинные шубы, мохнатые белые шапки. На третьем белая шуба с черными полосами и на шапке черная опушка. Один из пожилых в золотисто-красной, другой в ржаво-коричневой, третий в бурой одежде. Остальные шестеро в зеленых разного оттенка кафтанах, расшитых цветными узорами. У одного из юношей поверх зеленого кафтана шубка в накидку, у другого шубка на одном плече. Пачерица останавливается между двух елок и, не решаясь выйти на поляну, прислушивается к тому, о чем говорят двенадцать братьев, сидящих у костра. Январь. Бросая в огонь охапку хвороста. Гори-гори ярче, лето будет жарче, а зима теплее, а весна милее. Все месяцы. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Июнь. Гори-гори с треском, пусть по перелескам, где сугробы лягут, будет больше ягод. Май. Пусть несут в колоду пчелы больше меду. Июль. Пусть в полях пшеница густо колосится. Все месяцы. Гори-гори ясно, чтобы не погасло. Пачерица сначала не решается выйти на поляну. Потом, набравшись смелости, медленно выходит из-за деревьев. Двенадцать братьев, замолчав, поворачиваются к ней. Продолжение следует... Продолжение следует...